Ютуб-канал «Узрустали» и телеграм-канал «Тарджума Перевод» представляют Михаил Шолохов «Судьба человека» отрывок из рассказа Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь И словно что-то во мне оборвалось Приехал я в свою часть, сам не свой Но тут в скорости меня демобилизовали Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок Демобилизованный еще зимую по ранению Он когда-то приглашал меня к себе Вспомнил и поехал в Урюпинск Чтобы увидеть перевод на узбекский, включите субтитры Приятель мой и жена его были бездетные Жили в собственном домике на краю города Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером Во второте Устроился и я туда же Поселился у приятеля Приютили они меня Разные грузы перебрасывали мы в районы Осенью переключились на вывозку хлеба В это время я и познакомился с моим новым сынком Вот с этим, какой в песке играется Из рейса, бывало, вернешься в город Понятно, первым делом в чайную Перехватить чего-нибудь И вот, один раз вижу Возле чайной этого парнишку На другой день опять вижу Эдакий маленький оборвыш Личико все в арбузном соку Покрытом пылью Грязный, как прах Нечесанный А глазенки, как звездочки Ночью после дождя И до того Он мне полюбился Что я уже Чудное дело Начал скучать по нем Спешу из рейса Поскорее его увидать Около чайной Он и кормился Кто что даст На четвертый день Прямо из совхоза Груженный хлебом Подворачиваю к чайной Парнишка мой Там сидит на крыльце Ножонками болтает И по всему, видать Голодный Высунулся я в окошко Кричу ему Эй, Ванюшка Садись скорее на машину Прокачу на элеватор А оттуда вернемся сюда Пообедаем Он от моего окрика Вздрогнул Соскочил с крыльца На подножку Вскарабкался И тихо так говорит А вы откуда знаете Дядя Что меня Ваней зовут И глазенки Поехали Шустрый такой парнишка А вдруг Чего-то притих Задумался И нет-нет Да и взглянет на меня Из-под длинных Своих Загнутых кверху Ресниц Вздохнет Такая мелкая птаха А уже научилась Вздыхать Его ли это дело? Спрашиваю Где же твой отец Ваня? Шепчет Погиб На фронте А мама? Маму Бомбой убила В поезде Когда мы ехали А откуда вы ехали? Не знаю Не помню И никого у тебя тут родных нету? Никого Где же ты ночуешь? А где придется? Закипела тут во мне Горючая слеза И сразу я решил Не бывать тому Чтобы нам Порознь пропадать Возьму его К себе В дети И сразу У меня на душе Стало легко И как-то светло Наклонился я к нему Тихонько спрашиваю Ванюшка А ты знаешь Кто я такой? Он и спросил Как выдохнул Кто? Я ему и говорю Так же тихо Я твой отец Боже мой Что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею Целует в щеки В губы В лоб А сам Как свиристель Так звонко И тоненько кричит Что даже в кабинке Глушно Папка Родненький Я знал Я знал Что ты меня найдешь Все равно найдешь Я так долго ждал Когда ты меня найдешь? Прижался ко мне И весь дрожит Будто травинка Под ветром А у меня В глазах туман И тоже Всего дрожь бьет И руки трясутся Как я тогда Руля не упустил Диву можно даться Но в кювет Все же Нечаянно съехал Заглушил мотор Пока туман В глазах не прошел Побоялся ехать Как бы на кого Не наскочить Постоял так Минут пять А сынок мой Все жмется Ко мне Изо всех Селенок Молчит Вздрагивает Обнял Обнял я его Правой рукою Потихоньку Прижал к себе А левой Развернул машину Поехал обратно На свою квартиру Какой уж там Мне элеватор Тогда мне Не до элеватора было Бросил машину Возле ворот Нового своего сынишку Взял на руки Несу в дом А он Как обвил Мою шею Ручонками Так и не оторвался До самого места Прижался Своей щекой К моей небритой щеке Как прилип Так я его и внес Хозяин И хозяйка В аккурат Дома были Вошел я Моргаю им Обоими глазами Добро так Говорю Вот И нашел я Своего Ванюшку Принимайте нас Добрые люди Они Оба мои Бездетные Сразу сообразили В чем дело Засуетились Забегали А я Никак сына От себя Не оторву Но Кое-как Уговорил Помыл Ему руки С мылом Посадил За стол Хозяйка Щей Ему В тарелку Налила Да как глянула С какой Он жадностью Ест Так и залилась Слезами Стоит У печки Плачет Себе Впередник Ванюшка Мой Увидал Что она Плачет Подбежал К ней Дергает Ее Западол И говорит Тетя Зачем Же Вы Плачете Папа Нашел Меня Возле Чайной Тут Всем Радоваться Надо А вы Плачете А той Подай бог Она еще Пуще Разливается Прямо таки Размокла Все После обеда Повел Я его В парикмахерскую Постриг А дома Сам Искупал В корыте Завернул В чистую Простыню Обнял Он Меня И так На руках Моих И уснул Осторожно Положил Его На кровать Поехал На элеватор Сгрузил Хлеб Машину Отогнал На стоянку И бегом По магазинам Купил Ему Штанишки Суконные Рубашонку Сандали И Картуз Из Мочалки Конечно Все это Оказалось И не по росту И качеством Никуда Не годное За штанишки Меня хозяйка Даже Разругала Ты Говорит С ума Спятил В такую Жару Одевать Дитя В суконные Штаны И Моментально Швейную Машинку На стол Порылась В сундуке А через Час Моему Ванюшке Уже Сатиновые Трусики Были Готовы И Беленькая Рубашонка С короткими Рукавами Спать Я лег Вместе С ним И в первый Раз За долгое Время Уснул Спокойно Однако Ночью Раза Четыре Вставал Проснусь А он У меня Под мышкой Приютится Как воробей Под застрехой Тихонько Посапывает И до того Мне становится Радостно На душе Что и Словами Не скажешь Норовишь Норовишь Не ворохнуться Чтобы Не разбудить Его Но Все-таки Не утерпишь Потихоньку Встанешь Зажжешь Спичку И Любуешься На него Перед Рассветом Проснулся Не пойму С чего Мне Так душно Стало А это Сынок Мой Вылез Из простыни И поперек Меня улегся Раскинулся И Ножонкой Горло Мне Придавил И Беспокойно С ним Спать А вот Привык Скучно Мне Без него Ночью То Погладишь Его Сонного То Волосенки На вихрах Понюхаешь И Сердце Отходит Становится Мягче А то Ведь Оно У меня Закаменело От Горя Первое Время Он Со мной На машине В рейсы Ездил Потом Понял я Что Так Не годится Одному Мне Что Надо Краюшку Хлеба И Луковицу С солью Вот Сыт Солдат На целый День А с ним Дело Другое То Молока Ему Надо Добыть То Яичко Сварить Опять Же Без Горячего Ему Никак Нельзя Но Дело То Не Ждет Собрался С духом Оставил Его На попечение Хозяйки Так он До вечера Слезы Точил А вечером Удрал На элеватор Встречать Меня До поздней ночи Ожидал Там Трудно Мне с ним Было На первых Порах Один раз Легли спать Еще Засветло Днем Наморился Я Очень И он То Всегда Щебечет Как Воробушек А то Что-то Примолчался Спрашиваю Ты о чем Думаешь Сынок А он Меня Спрашивает Сам В потолок Смотрит Папка Ты куда Своё Кожаное Пальто Дел В жизни У меня Никогда Не было Кожаного Пальто Пришлось Изворачиваться В Воронеже Осталось Говорю ему А почему Ты меня Так долго Искал Отвечаю Я тебя Сынок И в Германии Искал И в Польше И всю Белоруссию Прошел И проехал А ты В Урюпинске Оказался А Урюпинск Настоящий Настоящий Носил Такое Пальто Вот Ему И запомнилось Ведь Детская Память Как Летняя Зорница Вспыхнет На коротке Осветит Всё И Потухнет Так И у него Память Вроде Зорницы Проблесками Работает Может И жили бы Мы с ним Ещё с годик В Урюпинске Но В ноябре Случился Со мной Грех Ехал По грязи В одном Хуторе Машину Мою Занесло А тут Корова Подвернулась Я Избил Её С ног Ну Известное Дело Бабы Крик Подняли Народ Сбежался И Автоинспектор Тут Как тут Отобрал У меня Шофёрскую Книжку Как Я Не Просил Его Смелостивица Корова Поднялась Хвост Задрала И Пошла Скакать По Переулкам А Я Книжки Лишился Зиму Проработал Плотником А потом Списался С одним Приятелем Тоже Сослуживцем Он В вашей Области В Кошарском Районе Работает Шофёром И тот Пригласил Меня К себе Пишет Что Мол Поработаешь Полгода По плотницкой Части А там В нашей Области Выдадут Тебе Новую Книжку Вот Мы С сынком И Командируемся В Кошары Походным Порядком Да Ну Как Тебе Сказать И Не Случись У Меня Этой Аварии С Коровой Я Все Равно Подался Б Из Рюбинска Тоска Мне Не Дает На Одном Месте Долго Засиживаться Вот Уже Когда Ванюшка Мой Подрастет И Придется Определять Его В школу Тогда Может И Я Угомонюсь А Сяду На Одном Месте А Сейчас Пока Шагаем С ним По Русской Земле Тяжело Ему Идти Сказал Я Так Он Вовсе Мало На Своих Ногах Идет Все Больше На Мне Едет Посажу Его На Плечи И Несу А Захочет Промяться Слезает С меня И Бегает Сбоку Дороги Взбрыкивает Как Козленок Все Это Браток Ничего Бы Как Нибудь Мы С ним Прожили Бы Да Вот Сердце У меня Раскачалось Поршня Надо Менять Иной Раз Так Схватит И Прижмет Что Белый Свет В глазах Меркнет Боюсь Что Когда Нибудь Во сне Помру И Напугаю Своего Сынишку А тут Еще Одна Беда Почти Каждую Ночь Своих Покойников Дорогих Во сне Вижу И Все Больше Так Что Я За Колючей Проволокой А Они На Воле По Другую Сторону Разговариваю Обо Все И С Ириной И С Детишками Но Только Хочу Проволоку Руками Раздвинуть Они Они Уходят От Меня Будто Тают На Глазах И Вот Удивительное Дело Днем Я Всегда Крепко Себя Держу Из Меня Ни Оха Ни Вздоха Не Выжмешь А Ночью Проснусь И Вся Подушка Мокрая От Слез В лесу Послышался Голос Моего Товарища Плеск Весла По Воде Чужой Но Ставший Мне Близким Человек Поднялся Протянул Большую Твердую Как Дерево Руку Прощай Браток Счастливо Тебе И Тебе Счастливо Добраться До Кошар Благодарствую Эй Сынок Пойдем К лодке Мальчик Подбежал К отцу Пристроился Справа И Держась За полу Отцовского Ватника Засеменил Рядом С широко Шагавшим Мужчиной Два Осиротевших Человека Две Песчинки Заброшенные В чужие Края Военным Ураганом Невиданной Силы Что-то Ждет И Хотелось бы Думать Что этот Русский Человек Человек Несгибаемой Воли Выдюжит И Около Отцовского Плеча Вырастет Тот Который Повзрослев Сможет Все Вытерпеть Все Преодолеть На своем Пути Если К этому Позовет Его Родина